АПЛОДИСМЕНТЫ Уже говорилось о том, что в результате планомерно проводимого геноцида наше население, имена славян и ариев, практически уменьшается на 1,3 млн человек в год. И говорилось уже о том, что это необъявленная нам война, которая вносит в жизни наших родичей. Однако необходимо сегодня поговорить о том, что эта война имеет не только цель умертвить основную массу населения, у славян и ариев, о чем нахально заявляет римский клуб постоянно, что к 2010 году в их планы международного ассоциализма входит умертвить или депортировать две трети населения России. Начало перестройки нас было 150 млн, сейчас только около 100. И товарищ Ельцин на треть проедет, передал полномочия, как говорится. Следующая треть уходит сейчас. Они планируют оставить 50 млн белых рабов на служивание недродобывающей промышленности. Зачем им наши недра? Понятно, вот тут докладчики говорили, что 64% всех полезных ископаемых планеты находятся на территории бывшего СССР. В этом план планомерного геноцида против нас с вами входит также распространение всеобщей нищеты и удержание нас в состоянии нищенского сознания, в первую очередь, во вторую очередь уже как следствие этого нищенского состояния нашего семейного бюджета. Здесь вот вчера заместитель по финансовой части администрации лагеря высказывал нам в претензии, что около 100 человек он выявил, которые спят на грязных матрасах, но не платят за проживание. И с одной стороны это плохо, а с другой стороны мы понимаем, что люди осознанно бомжуют, лишь бы не уехать, потому что именно он поднял цену на 100 рублей в день, а эти люди на это не могут себе позволить этого. И вот чтобы не уехать, чтобы добыть, чтобы как-то найти единомышленников и поделиться с ними своим опытом, возможно, получить немедленно какие-то важные вопросы, люди вынуждены таким образом бомжевать в прямом смысле этого слова. Поэтому осудить, это просто не поднимается ни рука, ни душа противиться тому, чтобы осудить этих людей. Мы не можем их осудить, ибо, глядя вокруг, мы прекрасно осознаем, что все население нашей страны искусственно подставлено в такие условия, чтобы люди думали не о том, как воплотить свою мечту в жизнь, и даже не о том, как выполнить цели и задачи своего воплощения, а о том, как накормить себя и свою семью, то есть вести человека до уровня раба. Это идеология, и это видно невооруженным глазом. Поэтому в прошлом году речь зашла о том, как этого избежать, как можно к этому противостоять. еще в 2000 году, когда у нас в Краснодаре образовалась община Векра, и они меня уже отправили как делегата на праздник. Упала в город Омск в патриархию древнерусской церкви православных плавян староверам. Я обратился к отцу Александру с просьбой собрать представителей общин, тем, чтобы провести так называемое экономическое совещание по межообщинному взаимодействию. Однако отец Александр, ну, со своей стороны он поступил мудро. Он сказал, что церковь не вмешивается ни в политику, ни в экономику, именно поэтому она все еще церковь, а не фирма, где что-то продается и покупается. И предложил мне своими силами стараться объединить людей для того, чтобы наладить межообщинное взаимодействие. Всего того, что три года ушло у нас постепенное знакомство, постепенное обретение доверия друг между другом, в прошлом году уже удалось собрать вот примерно такой же, правда вдвое меньший, внутри общины, скажем, магазин. В котором мы окончательно познакомились и увидели, кто что может, то чего стоит и по степени профессионализма изготовляемых предметов, там, средств и орудий, и по возможности создать минимальную качество стоимость производимого и предложенного нам. мы договорились, что в течение года мы постараемся наладить этот межообщинный обмен и помогать общинам там, где нет, скажем, оберегов, направлять обереги, там, где нет посуды, направлять посуду и так далее. Как эксперимент это удалось совершить, потому что в течение прошедшего года мы неоднократно, скажем, заказывали обереги и колокольчики, и посуду в разных общинах, где мы, как мы убедились, что на полуанавским результатам делают это наиболее качественно и в доступной цене. Однако это всего лишь подтвердило возможности, но не развернуло во всю жизнь это взаимодействие. И поэтому наша с вами задача, этот процесс довести до совершенства. Поэтому пока вы здесь знакомьтесь с производителями, налаживайте заявки, налаживайте эти связи с тем, чтобы в следующую осень мы могли уже говорить о налаженных финансо-экономических потоках. А вот для того, чтобы они возникли и не иссякали, я считаю, необходимо соблюдать определенные условия, но только не те, которые нам навязаны в качестве их правил игры. Нам предлагали вчера докладчики, пользуясь Конституцией, добиваться своих прав. Но я говорил вчера и повторил сегодня, что играть по правилам нам предложенным, это заранее проиграть, потому что их правило это отсутствие правил. И то, что написано сегодня, а завтра они перепишут. И произойдет как в том фильме о трудных подростках средней школы. Там одного, я помню, вызвали директору, рассматривали вопрос о том, чтобы выгнать его из школы, а он о преподавателях написал стихотворение где-то на стене в школе. О том, что волю, как птицу в клей загнать не сумели, дураки остались в дураках, сломанная клетка, кучка пепла, а журавлик снова в облаках. Для славян и ариев сидится в руке, это не их стандарт. Для нас журавль в небе стандарт. Однако, нужно соблюдать и свои правила. Свои устанавливать и соблюдать. Но не придумывать их из головы, ибо это будет самомнение, о котором говорил Федоман Ведогор Трехлебов. Существует вполне налаженная нашими предками система межобщинного взаимодействия, которая сложена в ведах и физических писаниях. И наша задача их просто возродить. Возродить то, что действовало века, тысячелетия и приносило боль. Наши предки не гнались за деньгами, поскольку деньги в славяно-арийской державе никогда не являлись эквивалентом материальных ценностей. Эквивалентом материальных ценностей в нашей державе всегда являлись четыре направления экономической деятельности, хозяйственной деятельности военно-арийской державы. Благословленные богами и предками. Давайте их рассмотрим, чтобы легче было потом говорить о путях возрождения этого. Значит, первый эквивалент материальных ценностей, самый главный по приоритетам от славяно-арийской державы является зерном. Вот как вы думаете, почему? Потому что концентрированная информация. Совершенно верно. Это природой предусмотренные крупицы солнечного и космического излучения. Думайте. собранные в крупицы материи, которые имеют способность к самовоспроизводству и увеличению самих себя в геометрической прогрессии. Разве золото, алмазы и не способны на это? То есть человек, обладающий мешком зерна при приложении усилий, труда, на благо своего рода, имеет шанс в следующем году обладать 20-30 мешками зерна. Вот вам пусть богатства и процветания рода. Приложи труд. И та сила Ирилы Тресветлого, которая заключена в крупицах зерна, стократно умножит. То есть предки прекрасно владели законом геометрической прогрессии и использовали его в экономике. Это первый и главный эквивалент материальных ценностей. Вторым эквивалентом материальных ценностей были коровы. Почему коровы? Объясняю почему. В соответствии с ведическими писаниями, астральная аура Земли имеет форму коровы. Вот вайшнавы называют ее Сурабхой. Хумидей. Хумидей. Хумидей, да, великая богиня, мать, земля. И у них и самой Венгии, которая являлась всегда в отдаленной провинции, главя новинской державы, всегда корова была священным животом. Потому что это вторая мать человечества. Как только младенец по велическим канонам перестает нуждаться в материнском молоке, а это происходит не раньше, чем через 5 лет от его рождения, это женщинам нашим необходимо знать. Это гарантия ненужности прививок. Молодой, скажем, 5-летний Крепыш вполне ест сам своими зубками, но где-то около стаканчика материнского молока в день он выпивает. И это является самой мощной прививкой от любых болей. После 5 лет он не нуждается в материнском молоке, но до самой зрелости, да и до самой старости он продолжает пить молоко коровы. Поскольку это вторая мать человечества. И те, кто имеет свою корову, никогда не имеют проблем с детскими болезнями в своей семье. Поэтому вторым эквивалентом материальных ценностей в нашей державе всегда были стада коров. Третьим эквивалентом материальных ценностей в нашей державе было червозь водства. Поскольку мед является концентратом, таким же концентратом солнечной силы. Молоко коровы является таким же концентратом природной силы. Кстати, йог такой вот достаточно уже достигший святости, обходится стаканом молока и бананом. Для него этого достаточно. В нашем варианте там яблоком или каким-то русским фруктом. Этого достаточно для полного поддержания сил. Более того, в соответствии с ведическими знаниями, только парное молоко обеспечивает увеличение отжаса в нашем организме. Отжас — это специальное состояние наше осознание, при котором с помощью парного молока мозг взращивает специальные нейроны, обеспечивающие духовное развитие человека. То есть без рождения, развития и эволюции этих нейронов невозможно ни ясновидение, ни яснослышание, ни других мистических способностей. И именно парное молоко является тем природным материалом, из которого строятся клетки этих нейронов. И заодно уже попутно нам сказали, что курение и прием алкоголя убивают именно эти нейроны в первую очередь. То есть сначала лишают духовной связи, со Всевышним, потом лишают мистических способностей, потом лишают совести, а потом лишают адекватной сомации. Человек превращается в живот. Это для курильщиков, знать, очень полезно, потому что дымят под каждым священным дубом, отверняя эти священные древа. Итак, мед. Мед является концентратом солнечных сил и природных сил одновременно. Четвертым благословенным продуктом было изготовление тонизирующих напитков, которые увеличивали мистические способности и увеличивали физический потенциал организма. Но это уже было на четвертом месте. Речь идет о сурье или сурице, как ее по-разному называли наши предки. Это напиток, состоящий из меда и в некоторых пропорциях и молока. Иногда нам добавлялось, иногда нет. Настой целебных трав на ключевой воде, добавление меда и отсурены на солнце до первичного периода брожения. То есть крепость такого напитка составляла от одного до трех градусов. Это то, что для сравнения сейчас в квасе и в эфире до пяти. Понимаете, что алкогольным напитком это назвать нельзя было никого. Это было лекарство, тонизирующее организм, обеспечивающее активизацию мистических способностей. Пропорции были таковы. Мужчинам, только мужчинам, которые выполнили долг предродам, то есть имеют девять здоровых детей в роду, собственность детей, на дни летнего и зимнего солнцестояния допускалось принятие одной чаши с улицы. Праздник солнцестояния. Чаша содержала аж 27 грамм этого напитка. И его градус был от одного до трех. Те мужчины, получали они из рук волхва или родана, то есть руководителя рода. И больше из нищих рук они в жизни не видывали этого, этой возможности не имели. То есть это священный напиток, под охраной находился жрецов и руководителей старейшин рода. Если мужчины имели полный потомственный круг, 16 детей, то им добавлялась порция еще дни осеннего и весеннего равнодействия. То есть в этом случае они 4 раза в году получали по чаше 27 граммов. Во время праздника для того, чтобы увеличить их мистические способности и применить их в праздничном действии. допускалось также это дни свадеб для родственников, родственников, жениха и невест, для того, чтобы обеспечить сонастройку их духовно-энергетического вихря, обеспечивавшего в хороводе, в праздничном хороводе, усиление духовно-энергетического вихря молодоженов, находящихся на соброжеском лодке. Для того, чтобы эти вихри слить и молодой как бы вот расцветающий вихрь обеспечить силой двухродовую, превратить в торнадо, которая притянула бы в высших миров великую душу, Бога или полубога этого рода. Вот что делалось на свадьбе. Это самое мистическое действие, которое только можно себе вообразить. И представьте, что творится сейчас. в ресторанах под трупоедение негритянские ритмы и принятие алкоголя. Сейчас творится бесовщина, которая мешает, наоборот, воплотиться высоким душам из рода жениха. Раньше эти усилия объединялись, потому что люди, владеющие детородной силой, в принципе, границ, скажем, воздействия этой силы не имеют в радиусе солнечной системы. И эти вихри складывали. Вот четыре эквивалента товаро-материальных ценностей. Представляете, насколько пронизана была пронизана держава силой вот этих эквивалентов и насколько они влияли на жизнь держав. Одновременно с этим они являлись еще и средствами, скажем, обеспечивающих безопасность державы от возникновения новоявленных, скажем так, как сейчас говорят олигархов. С помощью драгоценного металла, драгоценных камней, которые они искусственно объявили эквивалентом товаро-материальных ценностей, они в состоянии сказочно богатеть, засовывая руку в недродобывающую промышленность, обворовывая каждого из нас, причисляя себе эти богатства и выскакивая на лидирующие экономические позиции. Возможно ли иметь лидирующие экономические позиции с помощью зерна, коров и меда? Больше, по-моему, ничего не надо. Если кто-то чрезмерно, скажем, пытается развить зерноводство, боги назначают неурожай в его регионе. Если кто-то чрезмерно пытается скотоводство развить в ущерб другим, боги назначают эпизодию в данном районе. Это же все просто регулируется. Но зато вся держава богата, и все роды богаты. Но они богаты ровно настолько, насколько позволяет их карма. Вы все читали, я надеюсь, в журнале статьи садко с вами даса, о карме, векарме, и законах кармы, как таковой. Вы все читали и другие статьи других авторов, где об этом постоянно говорили. Веда конкретно сказана, каждому человеку в силу его кармы определен уже достаток в данном воплощении. Если он стяжает больше, в него он сминусуется через какое-то стихийное бедствие или какой-то несколький. Потому что даже духовно-энергетически человек не может удержать больше богатства, чем он способен удержать на энергетическом уровне. Как нам с вами можно это применить в жизни? Идея родовых поместьй предусматривает это. Но единственная поправка должна быть в том, что родовые поместья должны создаваться на основе семьи. А мы об этом уже говорим второй день подряд. Что семья это семь поколений яд. Это одна родовая большая община, а не детский сад из Ивановых, Петровых и Сидоровых. И на основе родового поместья возможно обретение богатства. Это реально это наиболее правильный путь обретения финансовой независимости. Что делать для тех, кто живет в городах? Для тех, кто живет в городах, рецепт простой. Обретение труда по душе. Когда вы любите свой труд и вкладываете в него душу, тогда сама жизнь находит для вас способы реализации произведенных ценностей, способы обретения вами богатства. Необходимо только сказать, что играть по тем экономическим правилам, которые нам навязаны, в данном случае тоже неправильно. Межобщинное взаимодействие должно быть налажено напрямую, минуя, скажем так, экономические структуры, искусственно придуманные для обеспечения отзывания судного процента. Понимаете, о чем я говорю? То есть речь идет о том, что банки нежелательно в данном вопросе задействовать. Даже если вы большими партиями обмениваетесь, куда-то в одну общину, допустим, в один регион идет продовольствие, в другой идет, допустим, промышленные товары. Банк в данном случае задействовать, это самих себя обоградить, позволить залить себе в карман. Наши младшие братья по разуму процветают, если вы заметили. Процветают, ездят на лучших иномарках, живут в лучших домах. И как вы думаете, как им это удается? Они всего лишь пользуются тем, чему научили их наши деды. Они просто скопировали нашу систему. А система очень проста. Если у вас есть определенные, скажем, финансовый потенциал, то вы вливаете этот финансовый потенциал наличными в ту общину или в тот род, который считаете наиболее достойным того, чтобы вы помогли им финансовым потенциалом, а они достойны были передать вам свои произведения промышленного или производственного назначения. таким образом обогатились оба рода или обе общины. И таким образом они прекрасно выживают, несмотря ни на какие экономические, скажем так, препятствия, с помощью которых мы с вами, пытающиеся соблюдать навязанные нам правила, находимся в нищенском состоянии своего семейного бюджета. Именно если по этой схеме нам удаться наладить межобщинное взаимодействие, с учетом наших богами заповеданных эквивалентов материальных ценностей, мы сможем выйти из экономического рабства и из того состояния, в котором все пребывают. То есть оборот из общины в общину напрямую, обмен материалами ценностями из общины в общину напрямую, из рода в род. Кроме того, возьмите пример с кастой купечества, которая всегда существовала на Руси и обеспечивала товаром материальный обмен. между родами и между общинами. Законом было слово купца, а рукопитие, то есть ударить по рукам, считалось самым мощным и самым надежным заключением договора. Они использовали чужеродные банки, которые накладывают судный процесс? Нет. Они использовали разветвленные межродовые и межобщенные связи? связи. Конечно же да. И вот наша с вами задача создать разветвленные межобщины и межродовые связи и умело ими пользоваться. И опять же создание семейных союзов по объединению родов очень во многом этому было бы нам помощи. Именно поэтому осознавая важность этого Краснодарская община Совет Краснодарской общины предложил свою помощь в координации действий по созданию семейных союзов ради продления родов и ради налаживания межродовых экономических отношений впоследствии уже. Жених с невестой рожают детей и трудятся в меру своих знаний и способностей а дяди тети бабы и деды прожившие жизнь и знающие где что почем они используя родственные связи налаживают межобщинные хозяйственные экономические и финансовые потоки с помощью которых объединенные породненные роды богатеют во славу и семьи и держав чтобы не быть белословным и просто скажем не строить прожектов я готов предложить вам экономическую модель которая доказала свою жизнедеятельность на протяжении около трех лет и была остановлена экономическим крахом рубля в черном августе 98 года речь идет о новой экономической модели которую создал коллектив единомышленников международников в области в области сетевого маркетинга но я не хотел бы чтобы вы подумали что речь идет о сетевом маркетинге как таковом говоря о зерне я упомянул вам о том что редкие умело использовали закон геометрической прогрессии так вот в данной модели экономической также умело использован закон геометрической прогрессии увеличение тех кто желает пользоваться предложенным товаром и предложенным продуктом однако эта модель способна не плодить посредникам или в иностранном эквиваленте дистрибьюторов а способна объединять потребителей то есть это очень талантливое скажем ведение воедино того что существовало в советском союзе как кооперативное движение того что существовало в то революционной России как купечество русское славяно-арийское купечество и закон о геометрической прогрессии с использованием компьютерной техники связанной через интернет друг с другом учета контроля и скажем достойной оплаты труда всех тех кто участвует в этом большом кооперативе между общином и между домом если вас заинтересовала эта экономическая модель она существовала между тремя странами но в силу того что лопнул в очередной раз рубль искусственно лопнул модель сломалась после этого она была переработана под славяно-арийскую психологию включила в себя использование исключительно славяно-арийских продуктов чтобы не подрывать нашу экономику уменьшена по размерам скажем и названа копой сокращенно в качестве аббревиатуры то есть кубанским обществом потребителей производителей агропром продуктов то есть она просто уменьшена вот здесь сидит класс астеридов она не дар собрать что модель действовала прекрасно она была ведущим лидером в этой модели в которой в компьютере было несколько краев и областей мы прекрасно с ней модели тут знаем и если появится достаточно потенциал у этой модели она включится в поэтому если вас это каким-то образом заинтересовало прочитать и изучить по электронному адресу журнала вы можете запросить у меня этот материал там всего 28 страниц печатного текста я вышлю вам его ознакомитесь и можно будет потом обсудить как включить это как использовать ваше предложение для вдувания жизни в эту модель в принципе на этом можно было бы закончить если у вас есть вопросы я готов на них ответить к самому шелку вот а я начну вот смотрите есть спорное осуждение но я раз мне показалось что вы называете вот вы сказали что мы не можем выиграть если будем играть по правилам которые установили наши ну грубо скажем враги да а вот смотрите мы играем в эти правила в системе которая глобализаторы которую предложили для всего мира и так и нам прописано место и мы не можем оттуда выиграть сначала нам нужно победить вот мы сюда приехали с рублями в карбане в рыночных условиях организовали эти споры не можем мы избавиться от этой системы просто по своей воле вот вы сказали что разработана была некая система которая рутнула опрокинулась потому что опрокинулся рут вы сами доказали что мы не свободны от этой системы для того чтобы можно было победить играя по своим правилам нужно сначала победить противника играть по его правилам потому что это же не по стаке они уже весь мир поставили на коллеги неужели они вам дадут возможность играть спокойно по собственному правилам и если доллар сделан сейчас пока эквивалентом то если ну как сказать ценности они могут быть денежными эквивалентами ну после того как будто прокинуты эквиваленты тех то есть экономически здесь все как-то ну весьма и весьма скотно и я думаю что нужно сначала играть здесь по этим правилам здесь добиться успеха работая конечно параллельно на тем что вы сказали но это будет только едва дышать и не дадут выросить никогда потому что не с теми людьми мы играли но я могу ответить на этот вопрос вопрос тире утверждения давайте вспомним кто такой пессимист пессимист это тот кто спрашивает сколько мне осталось жить в кукушке а оптимист это тот кто спрашивает сколько мне осталось жить у дятла праздница улавливает дело в том что вы прозвучали праздну нам никогда не дадут там у нас никогда не получится надо играть по их правилам вот представьте вы придумали правила для того чтобы вы выигрывали всегда выиграет по этим правилам кто-то другой просто смешно и дело в том что мы сами разрешили чтобы с нами вот так поступили и я не говорю что у нас получится все мгновенно вы просто меня не услышали наверное потому что если я буду говорить открытым текстом ко мне завтра придут и спросят что разжигать вы старайтесь услышать о чем я говорю я говорил о том что я повторю я предлагаю финансовые экономические потоки не пропускать через их банковскую систему посмотрите как действуют наши младшие братья по разуму есть члены мерседеса с наличниками с наличными в багажниках вы сразу поймете как нужно управлять между собой финансово-экономическими потоками им плевать на любую форму правления при этом им плевать на любую форму экономики государства они действуют вот с помощью кошелька который является в багажниках набитым определенными бумагами и кто вам мешает правильно действовать друг между другом в этом случае вы не услышали о чем я говорю какие еще вопросы да а где хранить это деньги хранить хранить дети не надо все надо приумножать правильно направляем развитие ведущих и ведущих развития